5 мая в Киевском Духовном Центре Возрождения состоялось служение разрушения наведенного проклятия. В этот день, как никогда еще, зал и холл Дворца культуры Королева был переполнен людьми. Более 1800 человек смогли соприкоснуться с помазанием Святого Духа и пережить его действия в своей жизни. На это собрание в Киев гости приехали из 75 городов Украины, а также из России, Белоруссии, Молдовы, Сербии и США. Первое киевское служение транслировалось в прямом эфире на сайте wo.org.ua И сотни людей у своих экранов стали свидетелями могущественного проявления Божьей силы, смогли прислать свои нужды и молиться вместе с церковью. В этот день пастор Владимир Мунтян, проповедуя о разрушении наведенного проклятия, сказал Послушайте меня внимательно. Религия никогда не разрушит колдовства на твоей жизни. Слушай дальше. Церковь никогда не разрушит колдовства над твоей жизнью. Слушай дальше. Пастор никогда не разрушит колдовства над твоей жизнью. Есть один. И эта личность сейчас в этом зале. Он здесь. Это Святой Дух. Он разрушит всякое колдовство над твоей жизнью. Аминь. После проповеди пастор Владимир молился и Великий Святой Дух прикасался к людям, исцеляя и освобождая людей, разрушая проклятие болезни и немощи. После молитвы люди свидетельствовали на сцене о полном исцелении. Позвоночника, костей и суставов руки-ног, зрения и других заболеваний. Друзья, это такое чудо. Лариса, идите сюда. Она не могла сама практически перемещаться. Она пришла с палочки. У нее сахарный диабет, артрит и артроз. И во время молитвы отошла боль. Аллилуйя. Слава Иисусу. Что вы чувствуете? Я вся переполнена. Два года я с палочком. А сейчас у меня большое родовое проклятие. Было. Было, было. Был одиннадцать лет я с господом, но так солен. Благодарю Бога. Смелее. Давайте начинать уходить так, как не ходили. Гляньте. Да? Какая палочка у меня. Просто класс. И еще множество свидетельств славы Божьей случало в этот день. Исцеление желудка и щитовидной железы, исцеление опухоли и мастопатии, исцеление порока сердца и многие другие. Более трехсот человек в этот день приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, покаялись перед Ним. А также в этот солнечный день церковь начала свою подготовку к грандиозному событию – «Крусейду исцеления и разрушение родового проклятия в Киевском дворце спорта» 7 июля 2012 года. Специально для СНЛ Высочин Александр, Киев, Украина.